В процессе создания империи Чингисхана, на службе у него и у других чингизидов были представители различных тюркских племен и народов. Значительное число из них было представлено кипчаками. В данном вопросе наибольший интерес представляет империя Юань, как самая удаленная от кипчакских степей государства. Согласно сохранившимся историческим хроникам, среди полководцев и чиновников, находившихся на службе у ханов Мунке, Кублая и его преемниках, зафиксировано немалое количество кипчаков и канглы. Далее, чтобы не возникало путаницы, автор будет подразумевать канглы как часть кипчаков, так как согласно историческим хроникам, до XIII века этот крупный род был частью кипчакского союза и одним из его главных подразделений. При этом он сохранял определенную родоплеменную индивидуальность. Кипчаки вообще играли заметную роль в империи Чингисхана и при всех его преемниках, они были одним из ключевых представителей военной элиты. По всей видимости, кипчаки и монголы заключили между собой своего рода общественный договор. Кипчаки признали над собой власть чингизидов, а те в свою очередь обеспечивали им определенные гарантии и выгоды. В дальнейшем они становятся одной из ведущих сил в монгольской империи и занимали лидирующее место как военная элита. Они принимали активное участие в завоевании многих земель, в том числе в Южном Китае. В целом, в составе войска преемников Чингисхана находилось много выходцев из тюркских племен – кипчаков и канглы. Дальнейшее возвышение кипчаков и продвижение их на важные посты произошло после распада империи Чингисхана на отдельные государства и в первую очередь в разгар междоусобных войн между Кублаем и его соперниками за власть Арик-Бугой и Кайду. Во время этих войн между чингизидами за верховный ханский престол Кублай нашел в кипчаках поддержку и военную опору для усиления своей власти. В период его правления кипчаки играли большую роль, а их могущество только усиливалось с каждым годом. Согласно хронике Юаньши, в 1287 году по приказу Кублайхана в империи Юань была сформирована гвардия из кипчаков. А в 1293 году гвардия кипчаков была еще больше увеличена, став самой влиятельной военной силой в империи Юань. Одним из прославленных полководцев юаньской армии был кипчак, известный в Юаньши под именем Тутуха или Тутук, чья биография является ярким примером того, какую высокую роль имели кипчаки при дворе хана Кублая. Отцом Тутука был Бандучар, глава одного из кипчакских племен. Он добровольно подчинился Чингисхану и принимал участие во многих войнах и отличился во время похода Бату в Восточную Европу. Затем Бандучар командовал кипчакской гвардией в войсках Кублайхана. Согласно все той же Юаньши, Бандучар и его кипчаки под руководством Кублая покорили государство Дали, Юго-Восточной Азии и осуществляли завоевание Южной Сун. В источниках он охарактеризован как сильный и доблестный человек. Его сын Тутуха или Тутук также отличился во время военных кампаний. Его особая роль отмечена в войне против противников Кублая из числа чингизидов. На фронте он прославился и приобрел всеобщее уважение. А великий хан назначил его главой всех кипчакских войск империи Юань и женил его на одной из принцесс из рода Чингисхана. В 1292 году Тутук во главе Десятитысячного войска совершил успешный поход против Кайду, а через год он вновь наносит ему поражение и подчиняет пять племен кыргызов. Кублай высоко оценивал его заслуги и награждал земельными наделами, поместьями, рабами, драгоценностями, титулами и должностями. Помимо того, что он контролировал кипчакскую гвардию, Тутук возглавлял Шуми-Юань, военный совет, учреждение, ветовшее тайными делами по вопросам войны, мира и внешними отношениями. Это был высший военный орган империи Юань. Рашид Аддин говорил о нем как об одном из великих эмиров Кублая и доверенных его лиц. Но какие именно процессы стояли за возвышением кипчаков? А все дело в том, что Кублай-хан, как основатель династии Юань, опасался своих родственников чингизитов. Доверие юаньского императора кипчакам и канглы возрастало по мере усиления недовольства монгольской удельной знати политикой Кублая, что выражалось в стремлении поддержать его врагов, в первую очередь Кайду, базой которого была огромные степные территории на западе нынешней Монголии, Синьцзяне и Восточном Казахстане. Поэтому доверие, собственно, к монголам было подорвано, и поэтому Кублай в большей степени опирался на кипчаков и других представителей покоренных этнических групп, входивших в так называемую категорию Сэму. Согласно юаньскому законодательству, в империи различались четыре категории поданных, главную роль при дворе играла монгольская знать. Ей принадлежала вся власть и практически все административные должности, вторым, по важности и статусу, была вышеуказанная категория Сэму. В ее состав входили практически все некитайские покоренные народы, кипчаки и канглы относились именно к этой категории. Таким образом, представители этих родов становятся главной военной и политической опорой Кублая в его политике, централизации и в борьбе с сепаратистскими устремлениями монгольской знати из числа чингизидов. После смерти Тутука, его сын Чинкур продолжил дело своего отца. При новом императоре Юань, Тимур Хани, Чинкур продвигается вверх по вертикали власти и, как его отец, становится одним из могущественных эмиров. Он был одним из тех, кто назначал ханов на престол. Внук Тутука, Эль Тимур, также занимал высокое положение и, фактически, самолично назначал ханов по своему усмотрению. Но после 1335 года кипчаков оттеснили от власти другие придворные группировки, но они продолжали влиять на чингизидов. Например, одна из девушек кипчакского вельможи была женой последнего императора Юань, Тогон Тимура, и пользовалась большим авторитетом при дворе. В Юаньши описываются биографии и других влиятельных кипчаков. К ним относятся военачальники и административные управленцы, такие как Сидур, Ульчей Батыр, Куче Батыр, Хасан и другие. Например, кипчак Сидур был также влиятельным лицом при дворе Кублайхана. В 1274 году он участвовал в походах против Южной Сун. Кроме того, он был одним из командующих во время похода против Вьетнама и даже отличился при захвате вьетнамской крепости Инзи Чен, а также принимал участие во многих других боях и был ранен отравленной стрелой. А когда монгольская армия попала в окружение, он прорвал кольцо врагов и спас войско от неминуемого уничтожения со стороны вьетнамцев. Вернувшись из похода, он сохранил боеспособность своей армии и в знак награды получил тигровую пайдзу. Другой кипчак, Ульчей Батыр, в 1259 году принимал участие в войне против Южной Сун и отличился при штурме города Эджоу, первым из атакующих взойдя на крепостную стену. За этот подвиг он удостоился особой награды от Кублайхана. Еще одним доверенным лицом юаньского императора был кипчак Байтимур. Он занимал ряд важных постов и участвовал в подавлении мятежа монгольского владителя Наяна, претендовавшего на юаньский трон. Другой кипчак, Куча Батыр, отличился своей храбростью во всех войнах Кублая. Во время одного из таких походов он лично обезглавил одного из китайских военачальников Южной Сун. Помимо военачальников, среди кипчаков были и влиятельные деятели гражданской администрации. Одним из них был кипчак Хасан. Он занимал умеренную позицию в отношении покоренного китайского населения и запомнился тем, что был противником массовой расправы над простыми земледельцами. Из высокопоставленных чиновников также известны кипчак Есен Куду и его сын Ульчей Тимур. Также среди крупных администраторов в источниках упоминается кипчак Бакан. Он прославился как на военной службе, так и в деле управления подчиненным населением. Помимо указанных лиц, в хрониках династии Юань приводятся сведения и о канглы, которые находились на службе у великого хана. Согласно этим данным, три человека из этого племени были военачальниками, девять занимали различные высокие посты центральной и провинциальной администрации. Наиболее влиятельными канглы являлись следующие лица – Бухуму, Туглук, Таракши, Минган, Есудай, Орос, Есудар, Асан-Бука и другие. Большой властью и влиянием на основателя династии Юань пользовался один из десяти его приближенных сановников – канглы Бухуму. Он способствовал падению всесильного первого министра империи Юань, среднеазиатского мусульманина Ахмеда, а также сместил с этой должности преемника Ахмеда – уйгура Санги. О большом влиянии кипчаков и канглы при дворе юаньских императоров можно узнать, если взглянуть на перечень принцесс из дома чингизидов, которые были замужем за многими влиятельными лицами из этих племенных групп. Этот список имеется в хронике Юаньши. Указанные данные свидетельствуют о тесных родственных связях между тюркской верхушкой и монгольским правящим домом, что являлось следствием их общих политических интересов в системе тюрко-монгольского владычества в Китае. Да и не только в Китае. Тюрко-монгольский симбиоз присутствовал и в других государствах, образованных в рамках завоеваний Чингисхана. Смотрите наши предыдущие материалы о деятельности выходцев из Дэш-Тэкипчака в других государствах, включая Индию, Азербайджан, Грузию, Египет, в общем везде, где ступала нога кочевника из Великой Степи. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.